Здравствуйте! С Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. Для начала, как водится, коротко займемся обновлением давно забыток с времен учеб знаний. А начнем немножко необычно с названия. Магнит. Именно так, слово из двух слогов. Маг – слово, обозначающее волшебство волшебное. Нейд – нечто неизменное, стабильное, законсервированное. Иными словами, понятие магнит обозначает законсервированное волшебство. Если говорить современным языком, то можно сказать, что магнит – это объект, оказывающий силового действия как на другие магниты, так и не на магничные материалы, относящиеся к классу ферромагнетика. Школьный курс физики говорит нам, что все вещества по отношению к внешнему магнитному воздействию делятся на две основные группы – диамагнетики и парамагнетики. Диамагнетики отличают магнитную проницаемость меньше единицы. Внешним проявлением диамагнетизма является выталкивание диамагнетиков из магнитного поля. К слабым диамагнетикам относятся инертные газы, водород, азот, многие жидкости, ряд металлов, медь, серебро, золото, большинство полуправников и органических соединений. Другая группа – парамагнетики. Это вещества с магнитной проницаемостью больше единицы. Помещенные рядом с источником магнитного поля, парамагнетики притягиваются к ним. К числу слабых парамагнетиков относятся кислород, токе с азота, щелочный и щелочноземельный металл. Однако внутри этого класса есть особый подкласс феромагнетики. К феромагнетикам относятся вещества с большой магнитной проницаемостью до 1 миллиона единиц, которая, к тому же, может сильно меняться в зависимости от напряженности внешнего магнитного поля и температуры. Типичные представители этого подкласса – железо, кобальт, никель и некоторые редкоземельные элементы. В свою очередь, феромагнитные материалы подразделяются еще на два класса – магнитно-мягкий и магнитно-твердый. Отличаются они формой так называемой петли гистерезис и, как следствие, величиной потери на перемагничества. Однако, чтобы не углубляться, давайте мы на этом опустим дальнейшие подробности. Скажем просто. Магнитно-мягкие материалы легко намагничиваются при приложении внешнего воздействия и также легко размагничиваются при снятии ионов. Магнитно-твердый же материал слабо намагничивается, если внешнее воздействие не превышает некоего порога, а затем при превышении порога воздействия резко намагничиваются, а главное затем длительное время сохраняют намагниченность после полного прекращения внешнего воздействия. Вот из таких магнитотвердых материалов и изготавливается то, что называется магнит. Процесс изготовления магнитов несложен. Сначала выполняют заготовку будущего магнита из соответствующего материала. Затем помещают заготовку в катушку из проводника большого сечения, рассчитанного на пропускание больших токов. После этого возбуждают в проводнике короткий импульс тока силы от нескольких десятков до нескольких тысяч ампер в зависимости от типа изготавливаемого магнита. Проходящий по виткам катушки ток порождает вокруг себя то, что называют магнитным полем. Осуществляет воздействие на заготовку магнита. В результате, после окончания импульса тока, заготовка приобретает все необходимые свойства, присущие постоянным магнитам. В зависимости от материала заготовки и величины импульса намагничающего тока, остаточная намагниченность или, иначе говоря, сила магнита могут весьма сильно различаться. Вот, пожалуй, все из базовых вещей, что хотелось бы напомнить вам о магниках. Смотрите продолжение в следующем видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok